здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы с вами продолжаем диалог о языке go это урок номер 12 в рамках этого урока мы с вами посмотрим еще примеры параллельно выполняющихся всяких процессов до go routine и мы посмотрим что делать в тех случаях если эти go рутины пытаются получать доступ к одним и тем же данным одновременно мы поговорим про так называемую гонку да про race condition и про mutex с прежде чем начать напоминаю что можно поддержать канал материальная информация в описании но и присоединяйтесь к нашему чату telegram ссылка тоже в описании если только хотите оставлять комментарии то надо заходить именно в чат а не просто подписываться на канал на так что же мы в принципе уже поняли что написание программ где много всяких go routine это в общем далеко не всегда к сожалению тривиальная задача но и усложняется она еще тем что в некоторых случаях одним и тем же go routine нам нужно получать доступ к одним и тем же данным дорогие друзья то есть у меня есть например какая-нибудь переменная и она соответственно используются разными go routine ами но если эти go routine выполняются параллельно то я не могу на сто процентов никогда гарантировать в каком порядке они будут обращаться к этой переменной и если они с этой переменной что-то делают как-то ее меняют то мы не можем сказать в каком состоянии это переменная будет в определенный момент времени это не очень здорово это например может приводить к тому что программа при повторных запусках выдает например разные результаты или например она выдает разные результаты там при большой нагруженности например или на определенном железе или что-нибудь в таком духе это называется race condition то есть это ну по факту гонка это происходит в тех случаях если у меня есть какие-то данные этим данным обращаются там скажем 2 go routine и по крайней мере одно из этих обращений это запись в разных языках это решается по-разному в некоторых случаях делаю так что все данные просто неизменяемые и все а если они все неизменяемые значит там как бы race condition особо быть никаких и не может но в go это не так но для того чтобы посмотреть это на примере представим что мы пишем не знаю какой-нибудь банковский значит софт где можно на баланс что-то класть и считывать этот баланс казалось бы здесь все хорошо ну то есть она как бы и хорошо если вот этот программный код будет выполняться последовательно они параллельно то есть без использования множество каких-то go routine но к сожалению если мы делаем депозит параллельном как бы режиме это может приводить к разным нехорошим проблем потенциально то есть вот например если у меня есть такая вот go routine отдельная то я делаю депозит в еще 1 go routine тоже отдельный потом я вывожу на экран баланс казалось бы но самое плохое что может произойти что сначала например произойдет депозит не 200 а стада например а вот а потом общий баланс он как бы суммарный ты должен остаться прежней но на самом деле к сожалению это не всегда так предположим что у меня вот эти вот платежи делает элис и боб и если на самом деле эти две go routine действительно выполняются параллельно то может возникнуть ситуация что депозит полученный от боба просто не будет учтен в системе в принципе а произойдет это ровно из-за того что вот этот депозит и этот депозит они вместе пытаются менять одну и ту же переменную которая называется balance то есть это вот такая share variable получается и мы вместе и и пытаемся как бы менять в непонятно какой момент времени потому что когда эти конкретно go routine исполнится мы прогнозировать к сожалению не можем то есть у нас получается история что наш баланс равен значит старый баланс плюс ну вот этот наш какой-то и мало так что может произойти в этом случае значит элис и боб или складет 200 боб кладет 100 соответственно начинает выполнять эту историю элис лезет сюда читает баланс чему равен баланс баланс естественно равен нулю потому что у нас программа только начала работу соответственно мы записываем тот факт что баланс значит равен 0 плюс сколько плюс 200 но параллельно у нас еще работает наш вот этот уважаемый боб который тоже смотрит что баланс равен нулю значит тут получается 0 у него выходит плюс значит 100 ну и предположим что боб потом значит сразу эту информацию сохраняет и пишет что значит с его точки зрения баланс равен 100 потому что про перевод элис он ничего не знает но и также мы предполагаем что эти деньги на при этом и не мгновенно зачисляются и сам нужно взаимодействовать с базой данных соответственно здесь мы эту историю закончили все с бобом мы разобрались его деньги в банк прилетели и мы вроде как записали что баланс равен 100 а с элис то что пока мы подвисли на моменте что у нее записано 0 плюс 200 то есть она уже себе зафиксировала тот факт что баланс равен нулю это значит что ну предположим здесь что-то подвисло там немножечко немгновенно это операция произошла то есть вот она как в этот момент немножечко прошел и потом она чего делает она получившаяся значения то есть вот эту вот часть просто присваивает переменный баланс то есть ее фиксирует и получается что с точки зрения и лис баланс равен 200 а коль скоро эта операция завершилась позднее то мы по большому счету пере затёрли ту информацию которую получили от боба то есть финальный баланс как бы равен двум 100 но деньги от боба мы забрали вот это вот большая 청рати деле проблемы то есть она конечно тут немножечко надуманное упрощенное вот это ровно то что может произойти при race condition на самом деле это можно отловить если мы запустим нашу программу следующим образом он мне говорит что у тебя да это рейс присутствует дорогой друг и расскажет подробную информацию где и как откуда он это взял то есть сейчас да мы конечно видим финальный баланс корректный и на самом деле конечно воспроизвести конкретную ситуацию которую я показал но это действительно очень сложно но потенциально к сожалению это возможно поэтому это то чего мы хотим избегать именно поэтому кстати когда мы используем там банковские переводы там используются специальные транзакции которые вот такую вот историю ни в коем случае делят делать не позволяют или еще другой пример за счет тоже может какие быть сложности у меня есть к примеру такой вот map data который откуда-то подгружает какие-то данные на основе какой-то строки не важно что это за данные главное что возвращается какой-то int и я соответственно хочу это дело оптимизировать то есть я однократно данные загружаю но если они уже есть то есть я сумел их уже получить они там в мэпе имеются я их возвращаю и больше соответственно в low data не лезу чтобы процесс оптимизировать и в целом это в общем хорошо но это хорошо до тех пор пока мы с этим работаем в последовательном режиме но если у нас это опять же работает в параллельном режиме то соответственно могут быть тоже проблемы потому что получается что разные гоу рутины могут ломиться вот в этот мэп параллельно туда что-то пытаться писать или еще оттуда что-то исчитывать параллельно а если мы не знаем в каком порядке все это будет происходить тут полный будет на самом деле хаос тем более что при попытке параллельной записи в мэп у нас вообще программа может вылететь то есть просто сам гу скажешь что дружище ты делаешь не то поэтому например если мы делаем что-то подобное у меня какие-то там есть данные для которых я хочу вот эти инты получить там длину например их померить и я делаю разные гоу рутины у нас вот эти вот опять вейт-группы тут появляются то если я эту программу запущу то он опять скажет что у тебя дорогой друг тут data races то с этим можно совсем сделать ну как я уже сказал первый вариант это просто сделать все данные неизменяемые но наверное не наш способ кроме всего прочего можно просто придумать такой подход когда у нас просто нет никаких shared data в принципе то есть у каждой гоу рутины есть какая-то своей песочница где он там играется это гоу рутина и с другими недельцами совочками это в общем тоже хорошее решение если это возможно другой вариант это использовать каналы чтобы эти гоу рутины между собой взаимодействовали то есть как-то там пересылали куда-то данные до необходимые они пытались менять какой-то общий мэп но если это опять недопустимо то тогда приходится изобретать какие-то новые подходы но один из вариантов того что здесь можно сделать это сразу подготовить все необходимые данные то есть в таком духе ну да для всех остальных вот этих names тоже и сразу их загрузить тогда естественно мы с ними можем работать данными просто читаем даже если мы их читаем параллельно с этим ночи никакой беды особо нету но это конечно тоже допустимая история но понятное дело что не всегда общем оптимально поэтому мы попытаемся найти другие решения это другое решение может быть связано с тем что мы не позволяем обновлять balance если с ним уже кто-то другой работает вот это подход который рекомендуется использовать в гоу и его можно реализовать с помощью так называемого семафора но можно использовать mutex ну и давайте я быстро покажу семафор это пример из учебника значит работает это следующим образом создается просто вот такой вот значит семафор ну как путь открыт путь закрыт да условно говоря и когда кто-то начинает работать вот здесь баланс семафор устанавливается в значение путь закрыт подожди сейчас там проезжать другой пояс да то есть кто-то другой проводит свою транзакцию а что значит кто-то проводит транзакцию но это значит что я просто пытаюсь вот в этот канал записывать какую-то пустую структуру данных или например булево какое-то значение мы знаем дорогие друзья что вот эта операция в данный момент быть не блокирующие почему потому что здесь есть очередь из одного элемента поэтому когда сюда заходит элис например изначально то вот эта операция сразу выполняется и мы начинаем зачислять деньги на баланс если требуется какое-то время ничего страшного главное что в конце концов нам нужно этот семафор перевести в положение путь опять открыт а как это сделать ну просто считать данные из этого канала причем нам не важно в общем даже что там за данные главное что мы их оттуда забираем почему потому что если параллельно сюда же придет боб и попытается что-то в этот канал запихнуть то вот это уже будет блокирующая история потому что очередь этот буфер переполнен и это значит что бобу надо подождать пока очередь освободится то есть кто-то заберет отсюда данные вот это называется принцип работы семафора причем здесь может быть как длина 1 так и больше если это нужно для каких-то цель ну и то же самое кстати можно сделать и для баланса потому что мы можем здесь сказать что дескать я начинаю читать баланс потом где-то мне этот семафор нужно тоже отпустить но мне это надо сделать видимо до return поэтому тут придется ввести временную переменную предполагаем что мы читаем например вот эту вот часть из базы данных то есть там тоже на это какое-то время уходит когда мы это дело считали мы опять же семафор отпускаем вот теперь у нас никаких race condition уже сто процентов не будет но каждый раз так писать это просто не очень удобно поэтому как раз для этого придумали используя так называемые мьютексы но это значит mutual exclusion то есть взаимо исключающая какая-то история то есть либо один человек может данные изменять либо другой но не все сразу работает это тоже по принципу семафора чтобы это все дело сделать нам опять потребуется уже известный нам синг то есть раньше мы там работали свои группами всякими а теперь мы его поработаем с мьютексами создается вот такой вот мьютекс который можно назвать просто мне делается ровно то же самое как вот было семафорами только пишется слово лог лог обозначает что я значит вешаю такой здоровый амбарный замок на эту функцию говорю сейчас я с ней работаю не вздумайте больше не кто заходить и если опять же сюда зайдет боб он увидит этот амбарный замок он будет стоять у двери и ждать пока его впустят причем это ожидание ну в общем ничем особо не ограничивается можно придумать историю когда есть какое-то там максимальное время ожидания потенциально хотя бы здесь можно добавить все таки еще какой-то канал да например там тоже семафор и например использовать инструкцию select добавить там какой тайм-аут где-нибудь и сказать что вот если соответственно в этот канал там не знаю за пять минут не прошла информация что мьютекс был снят тогда мы вылетаем с ошибкой но по дефолту такого не вот ну и дальше и мьютекс лог делается вот здесь тоже так здесь потом мы обязательно должны этот замок амбарный тоже снять и у нас все здесь в принципе будет хорошо если я теперь это запущу то у меня баланса будут корректные и никаких рейсингов здесь больше не будет то есть никаких гонок на выживание единственно что рекомендуется делать часто это вот этот вот unlock делать сразу через defer чтобы даже если в функции пошло что-то сильно не так произошла какая-то ошибка чтобы мы этот мьютекс таки сняли тем более вот например здесь в этом случае если мы сделаем defer тогда нам не потребуется этот промежуточная переменная потому что нам не нужно больше будет оборачивать это в lock unlock потому что нам здесь помогает defer а так принцип работы остается общем прежний но правда тогда у нас появляется другой вопрос а например если я делаю дополнительную функцию скажем снятие денежных средств которые завязаны на наши существующие функции которые используют вот эти вот мьютексы замечательные будет ли здесь какой-то race condition или не будет потенциально он здесь равно возможен потому что здесь мы вызываем депозит с отрицательной суммы чтобы эти деньги снять так и мы здесь действительно делаем мьютекс но потом мы его в общем снимаем здесь никого мьютекса на этом промежутке уже в общем не будет и хуже того что здесь может возникнуть ситуация что баланс какой-то момент окажется отрицательным так и соответственно в этот промежуток может там вклиниться кто-то другой кто попытается считать этот баланс а баланс бац и отрицательный стал поэтому что здесь можно сделать но можно наверное попытаться добавить еще и уитт здорово тоже вот такие вот логи то есть почему нет мы же это уже умеем делать умеем эти попробуем протестировать скажем что делаем вот здорово и затем сделаем ран на этом моменте у нас к сожалению все вылетает и уже известный нам дедлог снова происходит почему происходит это из-за того что у нас просто слишком много мьютексов и это так не сработает то есть к сожалению там 10 раз делать мьютекс подряд нельзя в гоу то есть если мы его сделали здесь а потом мы заходим в депозит и еще его делаем и здесь вот это как раз произойдет ситуация дедлог то есть такой номер нас не пройдет но это можно довольно легко починить эту историю потому что мы можем обновить функцию with дроу обновляется она таким образом что мы действительно тут навешиваем лог но затем мы используем вспомогательную функцию для депозита где уже никакого мьютекса мы не создаем то есть вот здесь вот эта функция депозит с маленькой буквы служебная до функции но просто увеличивая вот этот вот баланс на и маунт но если маунт отрицательный значит соответственно мы делаем вычитание потом вот эту штуку проверяем потом возвращаем либо true либо false после чего делаем вот такой вот анлог к чему это все приводит это приводит к тому что если в данный момент времени с нашего банковского счета который кстати является общим тоже баланс общий но это неважно про это общий кошелек какой-то так вот если в этот момент кто-то пытается снять денежные средства с этого кошелька то другие люди которые например пытаются забросить баланс должны подождать пока операция вдруг закончится потому что здесь дорогие друзья был навешиваем бьют их вот и все то же самое ну здесь мы оставляем как было потому что эта функция баланс она никак не зависит а здесь мы баланс не используем а здесь вот этот вот депозит который как бы интерфейсный вам говорить ну то есть извне он торчит значит мы его тоже не меняем но мы можем здесь вместо этого использовать вот просто уже вот этот депозит следующим образом теперь у нас более такая атомарная история происходит и опять же мы ни с кем не конкурируем и все у нас работает хорошо это легко доказать если эту программу еще раз запустить и мы видим что баланс действительно уменьшается но правда мы понимаем что этот подход может быть не сильно оптимальный с той точки зрения что если мы данные просто читаем надо ли нам навешивать здесь такой суровый mutex что никто и ничего больше делать не может на самом деле мы можем обращаться к функции баланс сколько угодно раз но только если в данный момент времени не работает где-то параллельно функция депозит вот вот это я имею ввиду и не работает функция уитт строу то есть если нигде не меняются балансы то читать баланс мы можем сколько угодно раз проблем нет никаких потому что мы уверены что эти балансы осталось прежним правда поэтому придумали еще дополнительный лог который называется multiple readers single writer или он называется r w mutex чтобы такой mutex создать мы пишем r w то есть ну read write по большому счету и тогда мы можем отдельно использовать лог говорящий о том что вот мы там только читаем например вот здесь баланс я говорю read lock он только для чтения то есть читать можно в разных горутинах если только не идет запись но вот запись может быть только в единственном экземпляре да кстати когда мы делаем unlock тогда надо тоже говорить и run lock то есть они должны совпадать что касается вот этой функции тут мы ничего не меняем потому что вот этот лук он как раз про райтинг по дефолту и вот он может быть только в единственном экземпляре этот самый райтинг еще один интересный пример который упоминается в учебнике и общем это такой довольно неочевидный пример это что будет вот в таком случае когда мне есть x и y и в этой горутиния меняю x мы читаю игрек а здесь наоборот игрек меняю а x тоже читаю то есть казалось бы тут могут быть разные комбинации что в какой-то момент чем при одном запуске программы там игре будет еще нулем потому что мы еще вот эту гурутина не выполнили а x уже например будет равен единице или наоборот что их игрек уже изменился а x еще не изменился ну либо например что там x и y поменялись но проблема в том что там в некоторых случаях хотя может быть и очень редких может произойти такая ситуация что x и y будут на самом деле равны нулю это происходит просто из-за того что у нас в принципе-то системы довольно сложные у нас множество там процессоров да сейчас есть в компьютерах и как это там конкретно исполняется за кулисами ну честно говоря сказать сложно и надо понимать что этих процессоров тоже есть свои там кэши да всякие для того чтобы все дела оптимизировать эти кэши там тоже супер быстро и условно говоря проект мы говорили в отдельном плейлисте там про то как cpu устроен ну и потенциально может быть такой же как бы эти вот разные кэши они еще не синхронизированы то есть условно говоря мы не узнали что там произошло в другой гурутина которая может быть работает в другом каком-то процессоре и соответственно мы просто печатаем старые данные кит на экран хотя они уже реально изменились но с точки зрения там вот конкретно этого значит этой гурутины они еще например не изменились то есть соответственно нет какой-то общей точки синхронизации он там печатает то что у него есть на данный момент времени поэтому и такое тоже потенциально возможно к сожалению ведь еще вернемся к этому примеру где мы сами грузили разные данные в мэп я уже сказал что потенциально эти данные можно загрузить просто сразу момент инициализации программы но надо понимать что это не супер оптимально потому что есть вероятность что эти данные вообще не потребуют то есть там программа запустилась мы что-то сделали эти данные никак не использовали и вышли тогда вопрос зачем мы грузили особенно если эту загрузку надо потратить много времени можно конечно оптимизирует то есть посмотреть что если данные или нет если нет тогда мы загрузили каким-то образом да откуда-то если они есть то мы сразу выплевываем ту информацию которую мы подгрузили то есть иными словами load date выполняется вроде как однократно но мы помним что у нас здесь все идет параллельно да и может быть такая ситуация что несколько у рутин сразу окажутся на этом условии они увидят что данных нет потому что с их точки зрения данных действительно нет и начинают делать load date соответственно тоже параллельно то есть опять же пытаться в этот мэп что-то записывать если мы это так сейчас запустим то нам опять скажет что здесь идет data race и в общем это действительно так и есть как решить эту проблему ну наверное опять можно просто навесить тут какие-то mutex и например да там только на запись или только на чтение проверяет что когда там происходит позволяет множественный доступ если идет только чтение позволять однократный доступ если идет запись но на самом деле на такой случай есть и другое решение которое называется sync once идея заключается в следующем мы создаем переменную например load data once да и создаем этого как тип данных sync.once это на самом деле тоже mutex так и еще дополнительно булево значение которое записывает произошла ли некая инициализация или нет соответственно если инициализация чего-то каких-то данных еще не произошла то мы навешиваем вот этот mutex там на запись да если произошла ну значит все хорошо мы в общем ничего особо не делаем поэтому вы понимаете что мы можем использовать load once вот как раз для вот этой конструкции то есть здесь в data мы можем просто сказать что load data once и здесь используется такая функция do чтобы что-то сделать то есть выполнить функцию f которая приходит как аргумент сюда только если do выполняется первый раз если нет то соответственно нет то есть это именно используется для того чтобы подготовить какие-то данные однократно поэтому мы можем сюда пробросить load data причем именно как название функции безо всяких круглых скобок потому что мы именно говорим какую функцию вызвать нам а и теперь вот эту часть мы можем брать вовсе так и теперь у нас никакого рейса здесь уже тоже не будет что можно легко доказать поэтому для инициализации можно использовать sync once ну и еще один пример тоже из учебника учебник кстати очень радует главами именно про гаурутины и прочее связанное так вот этот пример связан с тем что у нас есть какое-то количество ярлов которые мы хотим обойти получить оттуда это данные для их цели ну и потом выдать какую-то информацию насчет этих данных но мы подразумеваем что потенциально здесь могут вот эти ярлы например задваиваться например список там неправильно составлен какие-то ошибки в нем и случайно эти ярлы повторяются мы соответственно хотим это оптимизировать и набрать закэшировать те данные которые я уже получил это еще называется процедура memoization то есть я выполняю какую-то функцию сохраняя выходное значение потом например если выполняет ту же функцию с теми же аргументами я просто эти данные беру сразу вместо того чтобы все перевыполнять повторно здесь собственно это используется то есть вот у меня используется некий мимо где я буду использовать htp get body чтобы считать ну данные по http вот из этих ярлов обходим ярлы соответственно делаем get для этого ярлы и потом печатаем вот эти данные ну что касается htp get body мы просто считаем эти данные делаем соответственно read all закрываем на респонс и здесь в принципе ничего сложного интерес заключается в том как сделать сам вот этот memoization ну для этого мы можем во-первых сказать что у нас будет функция с которой мы будем работать эта функция будет там что-то возвращать поэтому просто пишем интерфейс без всего ну и потенциально здесь возможна ошибка дальше у нас будет какой-то результат видимо работы то есть полученное какое-то значение ну и соответственно кэш за будет результат то есть либо вэлью либо эра этот кэш мы будем создавать для конкретной функции так и эта функция описывается вот такой вот строкой то есть в нашем случае у нас будет вот этот вот http get body который у нас вот здесь действительно присутствует и соответственно для этого http get body для разных url мы хотим хранить разное значение понятное дело вот поэтому здесь у меня как раз вот этот стринг ну это тоже он здесь берется естественно не спроста потому что разные url разный будет резалт причем здесь может быть еще и какая-то ошибка если проверять url найти не удалось поэтому таким образом мы будем создавать сам вот этот вот мему а вот чтобы туда что-то поместить мы будем использовать get так то есть здесь будет опять же кэта строкам и эта строка будет данном случае просто юрл ну короче это аргумент который будет проброшен нашей вот этой функции соответственно в илью эрара то что мы там ожидаем получить поэтому вот эта штука тут идет опять же здесь интерфейс да потому что такая более динамическая история и дальше мы говорим что мема точка кэш ки это чтобы считать какое-то значение для конкретного url но если там нету еще этого значения ну что это значит значит надо функцию вызвать просто эта функция у нас уже сохранена вот здесь как функция поэтому ее просто вызываем следующим образом с этим аргументом это и придет к тому что мы запросим этот url вот поэтому здесь тоже как раз есть и интерфейс error потому что здесь мы эту штуку получаем и затем мы записываем этот результат поэтому последующее обращение к этой же функции с тем же аргументом приведет к тому что мы вот эту вот часть просто выполнять не будем ну и затем мы это вот следующим образом вернем но опять здесь мы видим что есть проблемы с вот этими гонками нашими на выживание потому что функцию main можно обновить можно сделать так чтобы обращение к этим url шло параллельно потому что ведь мы хотим же оптимизировать нашу программу конечно хотим поэтому мы опять создадим эти url опять этот мему и добавим наш вот этот wait group после чем будем просто эти url обходить может быть имеет смысл конечно ограничить количество url в которые выполняются параллельно до чтобы там не сильно спамить запросами этот сервер несчастный а но тем не менее короче я думаю идея здесь ясна и мы понимаем что здесь мы вот к этому get обращаемся много раз и параллельно и это в общем не очень хорошо надо бы с этим что-то сделать ну естественно что может прийти в голову можно использовать где-то здесь mutex до его установить и не позволять выполнять какой-то параллельный доступ к этим данным то есть например для нашего мема можно ввести такой вот mutex следующим образом и тогда мы можем вот здесь этот например mutex создать потом мы можем его где-то открыть вот здесь когда мы данные считали но тогда здесь немножечко смысл теряется то есть да конечно мы блокируем параллельную запись но ведь мы и получается и параллельное чтение в общем то тоже блокируем что наверно тоже не очень здорово ну можно это наверное оптимизировать то есть навесить отдельный mutex как бы вот здесь потом где-то его здесь например отпустить а потом мы видим что если все-таки этих данных не получилось достать тогда мы соответственно запрашиваем данные с сервера потом опять навешиваем mutex потом его тут опять открываем да и вроде как тогда получается что у меня тут отдельно запись отдельно чтение тогда может произойти ситуация что у меня есть две гоу рутины которые заходят сюда практически одновременно в этот get они запрашивают один и тот же url они видят что этого url нет после чего они радостно начинают шпарить запрос к серверу по одному и тому же url потому что мы в общем в этом плане никак не ограничиваем поэтому тут конечно можно придумывать разные подходы но интересный подход заключается здесь в том чтобы мы сообщали готов ли вообще результат к использованию или не готов для этого можно добавить еще одну структуру данных которая собственно называется entry в этом самом entry у нас будет результат как таковой который мы уже знаем что он описывает следующим образом но еще будет признак вообще готов он загружен он или не загружен еще или надо еще обождать чуть-чуть и это как раз будет канал то есть мы будем работать наверное по принципу который чем-то называет семафор и дальше мы должны немножко изменить наш вот этот кэш потому что здесь у меня резал тогда уходит и я делаю именно указатель на вот этот и entry на следующим образом далее дорогие друзья вот здесь функции get но мы в принципе можем все равно навесить тут лог следующим образом после чего получить наш entry то есть достать его из кэша по ключу если и равно не то есть это значит что мы по большому счету первый раз делаем запрос для этого ключа и далее вот интересный момент заключается следующем что для этого и которого еще пока нет мы создаем entry с каналом да вот этим ready так мы говорим что кладем вот сюда вот наш вот этот entry потому что его еще там нету вот мы его положили после чего mutix мы можем снять потому что в принципе изменения самого мему они уже закончены в данном случае мы еще не сделали запрос к серверу запрос к серверу делается как опять же запуск вот этой функции ну а дальше мы можем сказать что наши данные в общем-то готовы к работе а как мы это можем сказать мы можем просто по этому каналу что то отправить или даже говоря проще можем его закрыть потому что когда мы его закрыли там в общем то можем тоже считать какие-то оттуда данные просто там те данные которые придут на это будет там либо 0 либо что то вроде этого если же этот entry у нас уже таки есть Это значит, что мы можем сразу снять Mutex, потому что ничего записывать мы больше не будем в наш мемо. Значит, получается, что мы можем другим дать возможность туда что-то записывать по необходимости. Но нам нужно еще дождаться, пока данные будут готовы к использованию, то есть пока вот эта штука отработает. И это обозначает, что мы говорим, что давайте-ка сочетаем из этого канала, и это блокирующая операция. А дальше так или иначе мы вот этот вот конкретный уже entry наш, возвращаем. И теперь такая история получается уже не блокирующая фактически. Это должно работать корректно со множеством процессов. Единственное, что я сейчас хочу заметить, если мы эту программу запустим, и у нас есть вот дублирующиеся вот эти URL-ы, то, казалось бы, на их исполнение все равно там тратится, в общем-то, какое-то довольно приличное время. То есть вот если мы запустим RAIS, то мы не увидим никакой информации о том, что там есть RAIS, но мы видим, что он тратит там вот на этот GoLang, в общем-то, следующее время, да, по 2 секунды. То есть вот этот и этот URL, он как будто бы все равно обрабатывает отдельно. Но это просто потому, что он сразу шпарит, видимо, несколько процессов, и, соответственно, пока один вот этот URL обрабатывается, другой, грубо говоря, и усидит ждет. Вот если здесь добавить небольшую вот такую отбивку в 1 секунду, то я думаю, что мы этого уже не должны увидеть, такой истории. То есть мы увидим, что тут времена у меня уменьшатся. Да, то есть, например, вот здесь для GoLang, второй он идет как 0 секунд. То есть это значит, что он берется уже из кэша, равно как, например, этот package go.dev. Тоже он быстро запрашивает, и потом опять берется из кэша. Так что это, в общем, судя по всему, работает корректно. Ну, в общем, и все. Благодарю вас за внимание. Исходный код, как обычно, в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, и увидимся в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok